Каких забегов в Краснодаре только не было. Мы бежали в розовых юбках-пачках, были и на всероссийской пробежке. И вот теперь наш город стартовал в зеленом марафоне. Татьяна Леонова уже как специалист по забегам пообщалась с любителями спорта, которые собрались на Казачьей площади в минувшую субботу в 9 утра. Бежим со смыслом, именно такой девиз этого зеленого марафона проводят забег в Краснодаре уже 8 год в отряд. В этот раз стартует в 60 городах России в один момент. Сегодня для взрослых дистанция 4 километра 200 метров, а для детей 500 метров. Сегодня здесь не спортивное мероприятие, здесь сегодня модная тусовка людей по интересам. Люди, которые любят спорт, любят бег, которым это нравится. Конечно же это тонизирует. Если человек каждое утро, выходя на улицу, делает небольшую пробежку, он на весь день заряжается энергией, у него организм просыпается. Потому что у нас настолько много наших партнеров, настолько много друзей, которые с большим удовольствием разделяют наше желание пробежать и показать, что мы сильные, мы это можем. В прошлом году у нас бежало более трех тысяч человек, в этом году у нас только зарегистрированных порядка пяти тысяч. Я очень счастлива, что вот такая тенденция, она на самом деле имеет место быть. Действительно, сегодня двоих участников нет здесь, в Казахстане, в Казахстане собрались с тысячами любителей спорта. Здравствуйте, зачем вы сегодня сюда пришли? Почему это в вашем штате? Потому что это не самое развлечение, которого не болит голова. Здоровье всему голова. Только здоровый человек заинтересован в том, чтобы быть полезным для окружающих. Это важно для меня, раз я пришла сегодня. Мне захотелось вместе с людьми принять участие в таком событии. В этом году зеленый марафон приурочен к Международному дню защиты детей, поэтому в центре внимания именно они. А вот так проползают свои дистанции самые маленькие участники этого марафона. Да, это гонка ползунков. Под чутким руководством родителей маленькие спортсмены приняли первые старты в своей жизни. Софии девять месяцев и в гонке ползунков она финишировала первой. Ползет дома очень-очень быстро, много, и поэтому надо уже выходить в люди. Вот с этим мячиком мы и победили, в принципе. Здесь очень много классных локаций. Вот, например, водный аттракцион. Скажите, пожалуйста, что это вообще? У нас все просто. Выбираем два цвета, взрываем шарик, получаем приз. То есть в этих шарах вода, да? Да, хорошо. А в ВГД Е. Правила действительно простые. Игроку завязывают глаза, и он должен палкой сбить шарик. Вот только потом вода выливается прямо на голову. Но ребят это не расстраивает. На забилке будет присоединена команда Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Восхождение». Я думаю, что эти люди более чем достойны аплодисментом, ведь их сила духа. Правильно. А что здесь проводят химические эксперименты? Сейчас мы попробуем в одном из них поучаствовать. Видите большие шарики? Здравствуйте. Что вы можете сделать сейчас? Мы можем немножко согреться. Все-таки сегодня первый день лета, но не забываем, что зима близко, и нужно научиться правильно греться. Да, не знаю, как я на это решилась, но мою руку с помощью специальной смеси подожгли. Скажу честно, было неожиданно. Внимание самостоятельно в домашних условиях не повторяйте. Такой фокус могут проделать только профессионалы. Ого! Это очень горячо. Горячо? Да. Ну а пока мы охлаждались, купались, согревались и поджигали руки, участники марафона приготовились к забегу. Три, два, один! Пока здесь стартовали, на улице Красной, недалеко от городской площади, встретились любители покидать мяч в кольцо. Краснодарские школьники вышли на разноцветные стилизованные площадки сразиться за главный приз – кубок губернатора Краснодарского края по стритболу. Девять колец и более тысячи начинающих спортсменов, лучшие из лучших, будут представлять наш город уже на краевом уровне. Так что спортивных активностей в эти выходные хватило всем краснодарцам. А чтобы заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, повод не нужен. Если вы не успели начать, то присоединяйтесь уже сейчас. Татьяна Леонова и Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар».